Здравствуйте! И позвольте разжечь. Уходящий январь 2013 года был богат политическими событиями. И сегодня об итогах уходящего января мы беседуем с известным политологом Андреем Пиантковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Добрый день! Какие бы главные события января вы выделили? Ну, конечно, Старый Новый Год и марш против подельцов 13 января. Это было очень важное событие, и политически, и психологически, и как угодно. Оно закрыло довольно длинный цикл разговоров, навязанных определенной частью медиа, о спаде протестного движения, о том, что самое сложное для власти позади. Может быть, в 2018 году, во время нового электорального цикла, возникнут проблемы. А пока дядя Володя может не беспокоиться. Вот, в очень морозный день вышло 60-70 тысяч человек. Это такие уже самые точные, после математического, со спутников, анализа. Надо причем учитывать тоже, что в силу некоторых идеологических обстоятельств, они участвовали и националисты, и довольно мало было левых. То есть, это был бы как бы смотр либеральных сил. Это, конечно, очень большая цифра, но дело не только в количестве. Вы, конечно, заметили, вы активно участвовали и в подготовке этого марша. Одно интервью с Рязановым чувствует. И в самом марше совершенно другой настрой участников. Помните, такие первые наши массовые марши? Да, они... Атмосфера была такой карнавальной. Карнавальной, легкой, были еще какие-то радужные надежды. Как здорово, друзья, что все мы здесь собрались. Еще немножечко их силы зла. Они отступят, там найдутся разумные люди. Они предложат компромисс, новые досрочные выборы и так далее. Все эти иллюзии отброшены. Настроение очень было жестким. И вот это гениальное, гениальное видеоряд, портреты подельцов, бросаемые в мусорный ящик истории. Это как штандарт. Да, это... Ну, у всех это референсы к июню 45-го года, Дню Победы. Это громадный, громадный эмоциональный заряд. И просто сейчас стыдно будет тем псевдотеоретикам, которые пытались сорвать эту акцию, сравнивая ее с упражнением нашистов и так далее. Что еще очень важно об этом марше, что, конечно, поводом для возмущения был людоедский закон Думы, но все понимали, кто автор этого закона. И это был, прежде всего, антипутинский марш. И никаких других требований к власти, кроме немедленно уйти, у протестующих теперь просто не будет. Это было четко проявлено. В связи с этим можно вспомнить о деятельности Координационного совета. Когда он открылся, так называемая группа граждан пришла туда, свои платформы. Давайте, я цитирую дословную, Собчаков, Пархоменко и прочих. Давайте их манифесты, давайте прекратим критиковать власть. Это неконструктивно. Давайте влиять на нее. А требование отставки Путина, это вообще приведет к марганализации протеста, люди перестанут ходить нам. Вот давайте назовем нашу замечательную акцию «Юрий в день», прекрасная коннотация о поисках доброго Барина. Ясно, что сегодня никто из них не сможет эти слова произнести. И они наоборот. Они, когда нас услышали, будут доказывать, что никогда ничего подобного не говорили. То есть вот эта точка зрения влияния на власть, конструктивного диалога с дядей Володей, она закончилась. Она закончилась. И, может быть, именно в этом было. Многие критикуют Координационный совет за его недостаточную эффективность. Но я думаю, что проходившая на глазах всеобщества и протестного движения острой дискуссией между носителями вот этих взглядов влиять. И вот нашей группой Каспарова, Леонова и вашего покорного услуги, она поставила точки над и сыграла очень важную просветительскую роль. Вот эта соглашательская точка зрения была разгромлена нами идеологически, а марш 13 января ее похоронил окончательно. Как вы думаете, куда теперь надо двигаться протесту? Марш 13 января, понятно, это болевая точка, потому что Путин тронул детей. Такой неадекватный ответ на принятый акт Магнитского. Это цинизм, который наш народ уже перенести просто не мог. Куда дальше двигаться? На какие темы, на какие точки нужно обратить особое внимание? Вы знаете, а тут не надо особо обращать. Я уверен, что эти поводы нам будет предоставлять власть, потому что вот этот цинизм и людоедство – это не какое-то случайное отклонение от нормы, это патологическая норма существующего режима. Один из уроков 13 января, что не нужны вот эти календарные марши там раз в три месяца и раз в два месяца. Программа у нас одна – это отстранение власти и выводить 100-200 тысяч человек на улицу нужно тогда, когда есть сильный эмоциональный повод. Я абсолютно уверен, что власть их будет предоставлять, потому что неизбежно начало процессов, расправ над участниками демонстрации 6 мая. Масса людей томится в застенках. На глазах всей страны продолжается пыточный тур Разважаева по Сибири. Это уже в абсолютной… Я не помню, это в сталинские времена, когда человек… Разважаев официально заявил, что его пытали. Он узнал палача, который его пытал, так ему припаяли еще новые обвинения в доносе. В доносе. В ложном доносе. В ложном доносе, да. Я помню такой случай на процессе Бухарина в 1938 году, это знаменитый случай, когда на первом сцене единственное заявление Кристинский заявил, что его пытали. Ну, на следующем он был приведен в соответствие, да. Ну, по крайней мере, ему не предъявили нового обвинения в ложном доносе. Это какая-то уже путинская новелла в абсолютно гитлеровско-сталинской практике репрессий. Поэтому исправиться они не могут, а они такие поводы будут нам предоставлять. Но вообще говоря, отвечая в более общем плане на ваш вопрос, вот вся история падения авторитарных режимов, последние два года мы наблюдали это как бы ин витро в Северной Африке. Она говорит, что успех антикриминальной и антиавторитарной революции считали двух факторов. Давление снизу и раскол условного политбюро. Мы видели, как это произошло в Египте, и генералы сдали Мубарака еще раньше в Тунисе. Мы видим, как это не произошло в Сирии, по вполне специфической причине, что все окружение Алавита и все силовые структуры прилежат к одной и той же религиозной секте Алавитов. Поэтому это кончится там намного хуже, в конце концов вылежут их всех. Вот, я не говорю, что это хороший результат, на который нужно ориентироваться. Поэтому я вам дам свою формулу успеха антикриминальной революции в Москве. Это 200 тысяч человек на улице, плюс раскол в политбюро. Или миллион на улице, и уже никакого раскола не понадобится, все просто сбегают. Миллион не появится в ближайшее время, в связи с учетом резкого обострения таких элементарных социальных проблем. А 200 тысяч – это реальная цифра. Поэтому ключевое значение – это то, что сейчас творится в политбюро. А насчет национальных вопросов. Смотрите, Владимир Владимирович фактически открыл границы со Средней Азией. И это же, безусловно, приведет к нагнетанию напряженности, межнациональной именно напряженности. Это не может сыграть свою роль, так скажем, искры? Ну, это не искры, это такое, я бы сказал, что это тлеящее пламя, которое продолжается уже несколько лет. И теперь уже и вот либералы должны признать, что националисты первыми поставили действительно серьезную проблему. Проблему нелегальной, псевдолегальной миграции в российские города. Опыт Европы показывает, что это становится опасной проблемой. И теперь стала ясна политика власти, экономические корни. Они заинтересованы в рабском труде мигрантов. Поэтому они идут на максимальное привлечение неквалифицированной рабочей силы в России. Это одна из причин ведущих, как сказал не какой-нибудь маргинал оппозиционер, а господин Дмитриев, директор Центра строительства российского правительства, он сказал, что это ведет в том числе и демографические проблемы, и миграции ведут национальную смерть русского народа. Это очень серьезная проблема, и она, конечно, будет нарастать. Но, возвращаясь вот к этому расколу, который, конечно, ускорил бы мирный переход от путинского паханата к нормальной республике, я должен сказать, что события вот этого месяца, они показали, что раскол-то там явно наметился. Но у нас всегда особый путь, он расколу по существу между двумя хищными кланами клептократии за передел сокращающейся шагреневой кожи ресурсы, а не раскол, скажем, между твердоловыми консерваторами и либералами, идущими на переговоры с оппозицией. Вот чрезвычайно характерно было недавнее интервью Шубайса, о нем много говорили, было в Куар-Гайдаровском форуме. У него там спросили как раз, потому что это вопрос сейчас центральное состояние дела. А как идет борьба между либералами и консерваторами? И он дал удивительный ответ. Он сказал, да, очень острая борьба идет. Вот они у нас оторвали этот самый БП у Фридмана, но нам удалось отстоять Росгидро. Это, говорит, крупнейший, можно сказать, теоретик, идеолог, лидер системного либерализма. То есть подчеркивает то, о чем люди догадывались, что это конфликты, которые идут наверху, это, к сожалению, не о будущем стране, а о контроле наиболее лакомых активов. Кстати, вот этот конфликт, он и отражался на наших разногласиях с КПС. Вот эта позиция, так называемая группа граждан, не трогайте власть, не трогайте дядю Лаводю, она же была индуцирована планом системных либералов, их надеждами до самого последнего времени, что им как-то удастся уговорить Путина, назначивших премьера Кудрина или Прохорова, и в течение года, полутора лет потихоньку передать премьеру больше власти, куда-то так тихонечко, тихонечко, тихонечко соскочить, они бы... Ясно, что Путин категорически отверг эти планы и встал на совершенно другой путь, о чем говорит явное наступление силовиков вот на те же экономические позиции Сеслибов. Так что это не тот раскол в политбюро, который приблизит мирную революцию. Вопрос такой. Александр Далматов погиб в тюрьме в Нидерландах. Как вы считаете, кто несет ответственность за это? Наши силовики и правительство Нидерландов в одинаковой степени? Или все-таки что-то тут другое? Ну, я вот уверен, что мы узнаем правду. В Голландии работает пять комиссий, начиная с комиссии, которая спределилась организовать королева Беатрича. Мы узнаем правду, но все несчастья Далматова начались с того, что он вынужден был бежать из страны. И не только потому, что ему угрожала возможная уголовная ответственность за участие в событиях 5 мая, но и 6 мая, извините. Но и как это сейчас абсолютно ясно из того, что говорили его родители, друзья, от того, что его здесь преследовало ФСБ. Его здесь преследовало ФСБ, предлагая его сотрудничество, угрожая ему устроить его судьбу Сутягина или Данила. Он же работал на секретном предприятии. То есть, если это даже было самоубийство, то фактически это доведение. То, что происходило здесь еще, до его отъезда, это был первый шаг к доведению до Сумбиса. Теперь, что происходило там? Вот буквально в последние дни появились сведения, что работники ФСБ продолжали угрожать ему и там. Но есть и другая версия, о которой с удовольствием говорит господин Лимонов, к партии которого, кстати, принадлежал Далматов, что западные службы пытались вырвать у него какие-то секретные сведения. Я очень сомневаюсь, что западные службы заинтересованы в тех сведениях, которыми обладал Далматов. Но, тем не менее, теоретически это возможно. Теоретически это возможно. И мы должны быть заинтересованы в полном и самом глубоком расследовании. И хорошо бы, чтобы какие-то российские структуры, парламентские при всем отношении к этому парламенту и правозащитные совместно с голландцами участвовали в этом расследовании. Но косвенным доказательством участия наших спецслужб является вот тот идиотский текст, той записки, который нам представляет как предсмертная записка Далматова. Это вот почерк сегодняшнего уровня ФСБ. Сегодня буквально стало известно, что наш премьер-министр, это человек Медведимко, угрожал президенту Херментаж Кэпитал в Давосе. Дескать, к сожалению, вы все еще живы и на свободе, в отличие от Сергея Магнитского. Как вы вообще это прокомментируете? В своем уме премьер-министр Медведев? Ну, откровенно говоря, я первый раз вижу такую редакцию, но его заявление, но стилистика была примерно та же. Но вообще, что я могу сказать о президенте Медведеве? Его премьер-министр, экс-президенте Медведеве. Никто его высказание уже давно не принимает всерьез. Это человек, который принес глубочайшую психологическую травму, когда публично, в присутствии тысяч людей, миллионы телезрителей, его публично изнасиловали на сцене 24 сентября 2011 года. Вся его оставшаяся жизнь – это будет попытка вытеснения из сознания вот этой страшной, страшной, страшной унижения и страшной психологической травмы. Поэтому он все время возвращается к каким-то бредовым темам своего будущего президентства, своей значимости как премьер. Это глубоко личные проблемы несчастного человека, и, по-моему, никакого общественного значения они не имеют. Ваш прогноз на предстоящий февраль? Будет ли развиваться протест? Если будет, то в каком направлении? – Понимаете, в чем дело? Ведь под протестом мы привыкли понимать вот такую крупную акцию демонстрации. А ведь протест, он созревает в умах и сердцах. И здесь он будет развиваться уже необратимо, это все понимают. И в том числе это показало 13-е. Вы знаете, я просто разговариваю с депутатами, с Пономаревым, с Гудковым, знаю каким-то чудовищным шоком это было для депутатов Думы. Они два дня говорили только об этом. Кисовались кто, чей портрет нес. Помните знаменитая фраза? – Ниной. – Ниной. Какая-то тетка из очереди несла мой портрет. Но я знаю также, что примерно то же творилось и в администрации президента. И это было шоком. Потому что Путину убедили, что вот все прошло, проскочили, все спало. Это связано с лекторальными циклами и так далее. И он увидел, что это не так. Тем более, поэтому протест будет нарастать. Протест будет нарастать. И когда он найдет свое выражение в какой-то очень серьезной акции, сейчас это зависит от властей. Мы просто не имеем права дергать людей, собирать по 100 тысяч, так чистить раз в месяц. Но если что-то чудовищное случится в феврале, то это будет в феврале. Но в любом случае это будет ранней весной. Например, начало… Они же должны когда-то начать процесс 6 мая. Начало этого процесса, конечно, будет эмоциональным поводом. Но кроме этих необратимых и нарастающих процессов в обществе, я бы привлек внимание к тому, что происходит пласть. И от этого тоже во многом зависит календарь нашей мирной антикриминальной эволюции. И что-то отчаянная борьба двух кланов за всякие куски типа Росгидра, Роснана и так далее. Но это, скажем, у нас не может быть симпатии в этой борьбе. Это борьба между, я бы так сказал, обобщенной гангреной господином Тимченко и, извините за выражение, обобщенным Аркашей Юбиной Насрал. Извиняюсь за мой французский, но это уже стало устойчивым совочитанием в российской политологии после этой сцены, как какой-то мелкий жулик Полонский вызывал на криминальную стрелку, на строительную площадку советника по экономическим делам, тогда и президента Российской Федерации Дворковича. Чума на оба ваших дома. И гангрену, и Аркашу, и как там дальше следует. Вот. Но явно, что силовики побеждают в этой борьбе. И что важно, мне кажется, что они не очень считаются и с Вадимом Вадимовичем. Ну, например, атака на Сердюкова – это в значительной степени атака на Путина. Володя недостаточно силен, недостаточно готов. А посмотрите, как она упор. Каждый день. То Путин произносит, что у нас не 37-й год, и так далее. Пострекину прямо выдвигает каждый день новое обвинение. Дорогу не зеленили никак, деньги не так. В общем, следите за господином Маркиным. День, когда... Даже не когда Сердюков будет арестован, а когда ему будет официально предъявленное обвинение, это день начала конца политической карьеры Вадима Вадимовича Путина. Я не исключаю, что финальная стадия агонии путинского режима, она может развертываться уже и без самого Путина. Когда победившие коллективные гангрена, солдат и прочее, они смогут продержаться у власти еще годика-два, скармливая общество одной за другим, вот этих самых аркаш на громких антикоррупционных процессах. Благодарю вас, Андрей Андреевич. Спасибо вам большое. Итак, кто-то избавляется от своих психологических травм, а нашему обществу предстоит избавиться от травмы путинизма. Смотрите «Политвестник».